Хороводы у костров, венки из трав и поиски волшебной папороть-кветки. Белорусы на этой неделе отмечали древнейший народный праздник – Купалье. Обо всем, что нужно было успеть сделать волшебную купальскую ночь, узнавала Ирина Дробышевская. Обязательным водным процедурам в праздник Купалье, похоже, сама природа посодействовала. На столбике термометра около 30-ти вода, как парное молоко. Пришедшие на праздник гомельчане поспешили окунуться. Еще бы! Вода в этот день, если верить народным поверьям, имеет особую силу. И не только она. Купальский костер, травы и гадания. Желающих приобщиться к древним славянским традициям ждали многочисленные локации. Татья народом из Кармянского района вспоминает, как купалье отмечали раньше. Раньше традиции у нас были. По-другому немножко там у нас цивилизация была, где я жила. У нас было купало, мы собирались коллективом, потом через костер прыгали. И всю ночь гуляли, пели песни. Мы знаем, что еще традиция такая есть. Веночек по озеру пускаешь, и он плывет, типа, суженного ряжа на свое ищешь. Приметы это работают? Вы знаете, приметы ни разу не пробовала, но вот интересно попробовать. Хочется взять веночек и попробовать пустить его. Насколько это правда действует это или нет. Хотя муж есть. Знатоки народных традиций тут же объясняют, венок должен состоять из 12 трав. Но это было раньше. Есть и, так сказать, лайтовая версия, уверяет поклонница древних традиций, школьница София. Вообще-то надо 12 трав, но все-таки мы сегодня не успели, так сказать, подготовиться. Так что мы взяли, если я не ошибаюсь, 5 или 6 трав. Вот такие вот цветы желтенькие я взяла и вот такие вот ромашечки. Говорят, что если венок потонул, значит, мы не найдем своего суженного. А если он плывет дальше, значит, найдем. То есть найти парня таким образом? Если честно, нет. Лично для меня купала – это дань уважения нашим предкам. Прыгали через костер для того, чтобы очиститься от всяких болезней и невзгодов. Водили хороводы, чтобы сплотиться и быть вместе, единым народом. Режиссер местной театра и студии Елена Фролова купальские традиции чтит с детства, говорит, приучила бабушка. В этот день можно собрать травы и засушить любые – малину, смородину, что угодно. Вот даже это, это. Они обладают волшебным свойством. Проверено моей бабушкой, можно лечиться там от простуды. Следующий этап – нужно было прыгнуть через костер. Между прочим, тех, кто не прыгнул через костер, а те считались ведьмами и ведьмаками. Тогда их народ силой тащил для того, чтобы они все-таки перепрыгнули. В Гомеле традиционные прыжки через костер в целях безопасности решили отменить. Но праздник купалья красок от этого не утратил. Напротив, молодежь возле сцены была готова к цветному залпу. Холлифест продолжил программу. Гром! 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 Охоту за папороть-кветкой современной белорусы, похоже, тоже отменили. В городских парках ее точно не найти. Но главная идея праздника – это единение. Собраться вместе, с семьей, с друзьями, весело почитая традиции своего народа. Вот такой он простой рецепт белорусского счастья. Ирина Драбушевская, Игорь Морищенко. Новости недели. Субтитры создавал DimaTorzok